Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Станция спортивная», а я ее ведущая Арина Лукьянцева. Сегодня мы поговорим об одном из самых популярных видов спорта – о ярком, динамичном и захватывающем баскетболе. Все подробности в этом выпуске. Баскетбол – это олимпийский вид спорта. Спортивная командная игра с мячом, цель в которой – забросить мяч в корзину соперника большее число раз, чем это сделает противоположная команда в установленное время. Существуют разные версии возникновения игры. Люди с древних времен соревновались в точности метания различных предметов. Самый популярный вариант появления баскетбола связан с учителем физкультуры колледжа в штате Массачусетс – Джеймсом Нейсмитом. Чтобы разнообразить скучные гимнастические занятия, он прикрепил к перилам второго этажа два ящика из-под персиков и заставил учеников забрасывать в них футбольные мячи. Считается, что на это Джеймса вдохновила старинная игра – Duck on a Rock – утка на скале, смысл которой, подбрасывая небольшой камень, поразить им вершину другого камня, большего по размеру. Игра получила название «баскетбол» – от английских слов «баскет» – корзина и «бол» – мяч. Через год студенты провели первый баскетбольный матч в присутствии ста зрителей. Такие соревнования стали постоянными, а баскетболом начали увлекаться и учащиеся других учреждений. Баскетбол стремительно набирал популярность во всем мире. Одна за одной возникали команды профессиональных игроков. И уже спустя 13 лет на Олимпийских играх был организован показательный баскетбольный турнир. А еще через 32 года мужской баскетбол включили в программу 11-х Олимпийских игр. В России эта игра появилась в 1906 году в петербургском обществе «Маяк». В 1909 в нем состоялся первый турнир с участием шести команд. С 1923 года проходили чемпионаты СССР по баскетболу, где первым чемпионом стала московская «Динамо» женская и «Динамо» мужская. Считается, что самый знаменитый бросок в истории баскетбола нашей страны совершил Александр Белов. В финальном матче Олимпийских игр в 1972 году во время игры против американцев. О том легендарном событии и той советской команде сняли фильм «Движение вверх». Баскетбол и сегодня поражает своей массовостью. Он объединяет сотни и даже тысячи людей. Это не только профессиональные спортсмены, но и огромное количество любителей, для которых эта игра является любимым хобби и помогает поддерживать отличную физическую форму и крепкое здоровье. В баскетбол играют буквально в каждой школе. В одну из них пришли и мы. В Видновской школе номер 5 есть любительская секция по баскетболу. Место, где молодые спортсмены находят свои призвания и становятся частью команды, где каждый бросок и каждая победа – это шаг к новым достижениям. Здесь они не только развивают свои навыки игры, но и учатся работать в коллективе, преодолевать трудности и стремиться к победе. Честно, заниматься начал совсем недавно. Меня позвали сюда друзья и чисто так за компанию. Остался я здесь, потому что надо и физическую форму свою поддерживать, и просто я люблю заниматься с друзьями спортом. Занимаюсь около лет 5, наверное. Безумно нравится заниматься им. Летом, даже пока тренировок нет, мы с друзьями собираемся и играем в дворах. Благо у нас с площадками такого типа проблем нет. Только в школе занимаются. Это чисто для здоровья, как увлечение, хобби. Это прекраснейший спорт. Придите, попробуйте, вам безумно понравится. Школьная секция по баскетболу дает молодым спортсменам возможность познакомиться со сферой профессионального спорта и помочь им определить свои спортивные амбиции. Участники секции обучаются основам игры, улучшают свои физические и технические навыки. Для тех, кто мечтает стать профессиональным баскетболистом, участие в школьной секции дает уникальную возможность начать свой путь к успеху. Ведь часто именно из любительских секций вырастают герои спорта. Если ребенок, даже учитель, видит, что он способен, талантливый, то мы направляем, даже подсказываем, куда пойти в городе позаниматься, если есть у нас такие более профессиональные спортивные школы, клубы. Мы стараемся заинтересовать, показать, если ребенок еще и способен, то направить заниматься дальше. Ребенок именно в школе может понять, что ему нравится, какой вид спорта больше его привлекает и предрасположенность его к какому-то виду спорта. Поэтому стартом в школе это можно назвать хорошим. У нас в декабре прошли муниципальные соревнования по баскетболу. У нас команда девочек, команда мальчиков заняли третье место на муниципалитете. В секции занимаются не только любители, но и профессионалы. Так как даже профессиональному спортсмену нужны регулярные тренировки для поддержания формы. А дополнительная нагрузка дает возможность улучшать свои показатели. Кто победит? Мы! Ну я занимаюсь баскетболом уже 11-й год. Я играл на первенстве России, выходил в финальный этап. У меня первый разряд мужской по баскетболу. Так получилось, что в детстве я не мог определиться с секцией, мама меня отвела на баскетбол. Ну так все и продолжилось, продолжил заниматься. Хотелось бы поиграть на профессиональном уровне в единой лиге ОТБ. Каждый баскетболист должен обладать рядом важных качеств, чтобы добиться наибольшего успеха. Определяющий параметр — ловкость. Она дает конкурентное преимущество на площадке. Не менее важным критерием является гибкость, так как от растяжки зависит диапазон движения частей тела. Игра очень динамичная, поэтому важна скорость. Нужно уметь быстро бегать и оперативно принимать решения. Необходимо также развивать выносливость. Без нее не получится оставаться продуктивным на протяжении всей игры. Баскетболисты очень быстро меняют одно положение на другое. Они должны быть маневренными, чтобы не создавать помех для товарищей и легко обходить соперников. Рост и размер ноги — это важные, но не единственные критерии успеха. Стандарты присутствуют, но при этом во все времена были исключения из общих правил. Не все баскетболисты высокие и с большим размером ноги. У нас есть олимпийские чемпионы в составе сборной России, женские, которые рост метр семьдесят пять был. И она была, играла в центровую, в центре площадки, то есть разводящей. И у нее был рост метр семьдесят пять. Это не обязательно быть по два метра и сорок третьим размером ноги. То есть за это не нужно опасаться. Если есть предрасположенность уже генетически от родителей, от дедов, прадедов, то ребенок он и без баскетбола вырастет. Не только благодаря ему. В баскетбол играют две команды, от каждой из которых на площадке одновременно присутствуют пять игроков. Цель каждой команды в баскетболе — забросить мяч в корзину соперника и помешать другой команде овладеть мячом и забросить его в корзину своей команды. Одно из самых важных правил в игре — ведение мяча, дриблинг. Вести мяч можно только руками, без каких-либо манипуляций с подключением ног. Бежать с мячом, не ударяя им в пол, преднамеренно бить по нему ногой, блокировать любой частью ноги или бить по нему кулаком — является нарушением. Нарушение правил называется фол. Победителем в баскетболе становится команда, которая по окончании игрового времени набрала большее количество очков. Длительность овертайма — пять минут. Он назначается, если основное время завершилось равным счетом. За одно попадание мяча в кольцо может быть засчитано разное количество очков. Одно очко засчитывается за штрафной бросок. Два очка — за бросок со средней или близкой дистанции, ближе трехочковой линии. Три очка — за мяч, заброшенный из зоны трехочковых попаданий. Игра состоит из четырех периодов по десять минут. Перерывы между первой и второй четвертью, а также между третьей и четвертой, составляют две минуты. Самый длинный перерыв — 15 минут. Его делают в середине игры после второй четверти. В этот момент команды меняются кольцами. Знания и соблюдение правил баскетбола действительно способствуют безопасной игре. Ненужные контакты, фоллы и нарушения правил могут повысить риск получения травм. Как самого спортсмена, так и оппонента. Поэтому игроки должны сосредотачиваться на соблюдении правил и честной игре. Он контактный вид спорта, но это не означает, что он травмоопасный. Это любой вид спорта считается травмоопасным. Будущее нынешних баскетболистов-любителей полно перспектив. Они могут продолжать свой путь к вершину спортивного мастерства и стать профессионалами в этой области. А может быть, для кого-то из них баскетбол станет страстью на всю жизнь. Или останется любимым хобби. Школьная любительская секция по баскетболу вносит значительный вклад в развитие учеников. Помогая им стать физически здоровыми, социально адаптированными, дисциплинированными и уверенными в себе личностями с развитыми лидерскими качествами. Во-первых, это мышцы ног, мышцы рук, и трицепс, и бицепс. Ну, это вообще в целом, в принципе, все мышцы тела. Потому что там же невозможно, он же не играет только руками или только ногами. Тут и мышцы брюшного пресса, и мышцы спинной, когда выполняются броски трехочковые. Там напряжение такое приличное. А на сегодня это все. Будьте здоровы, занимайтесь спортом, тренируйтесь, старайтесь, вдохновляйтесь и вдохновляйте. Спасибо, что были с нами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!